Рассмотрим вопрос создания инструментальных сборов, а именно входящих в нее компонентов в SolidCAM Toolkit. Инструментальная сборка состоит из режущей части и дополнительных компонентов, формирующих систему закрепления, таких как переходники, втулки и оправки. Переходники и оправки добавляют в проект, чтобы проверять и предотвращать столкновения инструментальной системы с деталью. Также в собранном виде инструментальная сборка применяется для различных симуляторов обработки, имеющихся в SolidCAM. При создании сборки, как правило, в таблицу инструментов сначала добавляют компонент, которым будет осуществляться процесс резания. Компоненты переходников и оправок можно добавить несколькими способами – вручную или автоматически. Можно использовать стандартные компоненты, представленные на панели слева. Достаточно просто переместить выбранный компонент с помощью мыши в окно менеджера инструментальной позиции. Или добавить переходник или оправку вместе или по отдельности, используя команды из контекстного меню списка инструментов или менеджера инструментальной позиции. В окне выбора слева загрузится файл SolidCAM Components Lib. Это базовый файл библиотеки компонентов SolidCAM. Он устанавливается вместе с программой. При необходимости Toolkit может добавить данные компоненты автоматически. Для этого нужно изменить настройки приложения. В главном меню выбрать «Показ», «Установки» и поставить галочку напротив пункта «Автоматическое добавление переходника и оправки». Теперь при добавлении режущего инструмента переходник или оправка будут добавлены автоматически. Давайте посмотрим, как это происходит. В таблицу инструментов добавим концевую фрезу. Переходник и оправка появились в менеджере инструментальной позиции автоматически. В дереве сборки переходник определен как HSC63. Дело в том, что тип оправки задан в AMD файле станка. Посмотрим на данный параметр. Если открыть файл настройки данных станка, то в графе «Тип оправки» найдем искомое обозначение HSC63. Вернемся к таблице инструментов. В менеджере инструментальной позиции все компоненты сборки отображаются в виде иерархического дерева. Рассматриваемый переходник HSC63 был добавлен автоматически. Его параметры, в том числе геометрические, взяты из библиотеки SolidCom Component Sleep и связаны с ней. Если требуется внести изменения в форму и параметры компонента, то нужно удалить ссылку на библиотеку с помощью команды «Разрушить связь». После этого параметры станут доступны для редактирования. Теперь давайте выберем компонент «Патрон» для редактирования. Переходники и оправки можно задавать с помощью опции «Фасонный инструмент», «Эскиз 2D» или с помощью 3D-модели. Давайте зададим данный патрон с помощью STL-файла. Из данной таблицы можно открыть браузер и указать, где расположен STL или STEP-файл или несколько файлов. Также можно использовать STL-оправки из библиотечного файла SolidCom Component Sleep. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по патрону в менеджере инструментальной позиции и выберите пункт «Открыть компоненты по умолчанию». В открывшейся списке можно выбрать необходимое.